когда речь заходит о воздействии дня рождения на здоровье карьеру и семейную жизнь человека ответ обычно дают астрологи однако теперь этим вопросом занялись врачи и психологи предрасположенность к избыточному весу сахарному диабету болезням сердечно-сосудистой системы или аллергии похоже зависит от месяца рождения и даже то будет ли человек робким или смелым левшой или правшой будет ли у него много детей тоже зависит от его дня рождения люди которые появились на свет осенью всегда встречают свой день рождения в компании многочисленных друзей и родственников они достигают наиболее преклонного возраста день рождения зимой похоже повышает риск некоторых болезней у женщин которые родили зимой чаще отмечается высокий уровень холестерина снижение легочных функций а также повышенная предрасположенность сердечно-сосудистым заболеванием примерно в два двадцать четыре процента левши чаще рождаются с сентября по февраль а дети родившиеся весной часто бывают крайне робкими счастливчики появляются на свет летом кажется что они ухватили за хвост птицу счастья эти исследования не имеют ничего общего с астрологией ученые объясняют причины научными факторами при этом оптимального месяца рождения не существует каждый из них имеет свои плюсы и минусы те люди которые о них знают имеют возможность наилучшим образом использовать свои шансы и ведя определенный образ жизни оказывать противодействие возможным риском овен овен первый знак зодиака символизирует жизнь он рассматривает окружающий мир как приложение к самому себе он настолько естественен и искренен во всех своих проявлениях что это несколько скрашивает его эгоизм и агрессивность люди рожденные под знаком овна обладают огромной жизненной энергией импульсивностью способностью быстро принимать решения по натуре это люди первопроходцы поэтому их привлекают те области где можно проявить самостоятельность и инициативу овны и врожденные лидеры вожди боссы и философский склад ума сильная логика способность оперировать убедительными аргументами и точными фактами позволяет им стоять во главе какого-либо дела большинство людей этого знака достигают своей жизненной цели и материального благополучия благодаря позитивным чертам своего характера в овне удивительным образом уживается реалист и идеалист редко кто может продемонстрировать такое упорство и силу духа и вместе с тем мало кто бывает столь же сентиментален поэтичен и так свято верит чудеса телец телец существо солидное и спокойное его ничто не может вывести из равновесия можно вылить ему на голову ушат холодной воды броситься на него с кулаками орать во всю горло доказывая свою правоту пытаться его гипнотизировать все напрасно телец существо довольно мирное он никогда не перебежит никому дорогу но любит чтобы и ему не мешали оставьте его в покое и он будет счастлив рожденный под знаком тельца производит впечатление уверенного в себе человека которую обеими ногами прочно стоит на земле и знает чего он хочет жизни цель жизни тельца добиться экономической стабильности обеспеченности потому что экономическая стабильность обеспечивает ему внутренний покой ему не страшна никакая работа при условии что она хорошо оплачивается отрицательные черты тельца гнев мрачные мысли любовь к роскоши чрезмерное упрямство бесконтрольность эмоций но телец миролюбивое создание пока его не выведут из себя или не напугают близнецы если вам при взгляде на человека покажется что у вас двоится в глазах не спешите надевать очки скорее всего перед вами близнец один из самых неуловимых и изменчивых знаков зодиака на его лице можно одновременно прочитать восторг и уныние любовь и ненависть радость и грусть настроение с быстротой молнии постоянно сменяют друг друга близнецы это веселый кажущийся вечно молодым знак но это также классический пример расщепленной личности люди этого пленительного загадочного знака сбивают всех с толку в том числе и астрологов своей колеблющейся непостоянной личностью они скользят по жизни ловчат торгуются все это так и не так просто этот характер слишком увлекающийся две душевые груди все время рвутся наружу и жаждут единства близнецы взрослеют поздно или не взрослеют никогда рак любимое время рака лунная ночь именно ночью полной таинственности рак придается своим мечтам частые смены настроения рака происходят под влиянием луны управителем данного знака но луна не меняется только кажется изменчивой тоже и с характером рака несмотря на кажущийся противоречивость и полярность построений это один и тот же человек у него сложные душевные переживания он то производит впечатление обладающего душевной силой то кажется беспомощным ребенком это объясняется тем что солнце в этом знаке останавливается меняя свое направление и с ним останавливаются все небесные дела в это время года самые длинные дни и самые короткие ночи рак производит спокойное и кроткое впечатление но его мысли и чувства трудно разгадать поэтому как правило рак остается непонятым никто не знает что происходит в глубине души рака в том числе и он сам лев лев как известно царь зверей поэтому его тезка претендует на аналогичное положение среди остальных знаков зодиака поведение льва сплелись воедино исключительная активность и царственная лень во внешности людей рожденных в созвездии льва как мужчин так и женщин есть что-то от их царственного собрата походка прямая и оберделивая с выраженной кошачьей мягкостью движениях когда они идут по улице им кажется что все на них глазеют потому что они привыкли привлекать к себе внимание все львы экспансивны горды собой полны чувства собственного достоинства попробуйте не оказать им должного внимания почтения попробуйте хоть немного в чем-то их ущемить и вместо ленивого ласкового котенка перед вами возникнет гордый и страшный зверь со вздыбленной гривой во всех львах заметно желание властвует они смотрят на простых смертных как бы сверху вниз лев обожает быть центром внимания лев поднимается над мелочами часто слишком высоко он и в грязи князь истинный лев не бывает мелочным и злопамятным дева распознать деву можно без труда она просто не может спокойно сидеть на месте через какое-то время она начинает ходить по комнате передвигать стулья всем своим видом выказывая что ей некогда у нее масса неотложных дел первое что вы отметите в деле этот нисходящие с ее чела следы дум и забот кажется будто она постоянно о чем-то напряженно думает нервный заряд который присутствует в деве редко выходит на поверхность но изнутри он часто ее съедает поэтому девы нередко страдают расстройством пищеварения девы обладают хорошей трезвой наблюдательностью если нужно им исследовать что-то они превращаются чуть ли не в детективов они хорошо знают тексты законов они верно и точно заполняют все пункты анкет читают все написанное мелким шрифтом они лучше других понимают указания администрации порядок разумность и работа вот жизненный принцип дев именно они делают землю обитаемой они не только говорят о цивилизации но и создает ее весы весы как правило имеют изящное сложение и прекрасный цвет лица люди родившиеся под этим знаком обладают самым утонченным типом красоты даже гнев и волнение не способны испортить лицо весов согнать с него выражение безмятежности внешне они элегантные необычно притягательные производят впечатление всегда как бы сохраняют дистанцию которая всегда ощущается для них крайне важны хорошие манеры весы любят тонкий юмор едва и уловимую иронию игру слов они знатоки человеческих слабостей и хорошо осознают свои собственные весы интересуются психологии человеческими отношениями умеют советовать помогать людям решению личных вопросов часто выступают в роли мирового судьи трагедия весов они видят мир таким каким он мог бы быть они таким какой он есть они идеализируют этот мир и видят все через розовые очки это создает им очень много проблем жизни и как следствие очень много разочарований поэтому они интуитивно строят стену которая помогает им приспособиться к этому миру скорпион если возможности любого знака ограничены то возможности скорпиона беспредельны поэтому судьба скорпиона в наибольшей степени зависит от него самого человека рожденного под знаком скорпиона более чем кого-либо другого можно назвать хозяином своей судьбы у скорпиона хорошая интуиция он умеет читать мысли поэтому почти все скорпионы обладают даром предсказания природа одарила их способностями к сновидению телепатии гипнозу поэтому лицемериться скорпионом бессмысленно он почувствует это мгновенно скорпионы очень правдивы презирают ложь и фальшь и никогда не опустятся до лести если вы действительно хотите узнать чего вы стоите спросите об этом у скорпиона отличительная особенность почти всех скорпионов беспримерная храбрость и даже презрение к смерти скорпион может стоически выдержать любое испытание физическую боль нищету насмешки недругов и смертельную опасность все удары судьбы скорпион встречает гордым презрением и глубоким убеждением что он все равно выиграет любую битву стрелец родившийся под этим знаком бравые ребята говорят быстро их смех заразителен голос звучный манеры молодцы ваты а глаза яркие живые лукавые вообще стрелец излучает неотразимое обаяние у него нет грубости жестокости овна и прямого давления льва хотя энергии у него в целом не меньше чем у этих знаков стрельцы превыше всего цель нет индивидуальность и требуют свободы для себя и других рожденные по знаком стрельца безжалостно прямолинейный правда для них также неприкосновенно как права человека стрелец полон идей он прост часто недооценивает окружающий мир воспринимая его через призму своего идеализма особенно искренне убежден что все его мысли желания поступки правильны его мнение безупречны а все что хотят или мысли другие это плохо и ошибочно лучшие представители этого знака не жалеют энергии на благо людей они благородны и честны широки душой и щедро одаривают окружающих духовными и материальными ценностями такова природа огненного стрельца чем больше он дает себя людям тем больше получает взамен козерог люди родившиеся под знаком козерога жесткие аналитики они ставят перед собой цель которые идут используя свои тактические способности ловкость коварство приспособленничество козероги упорно идут намеченной цели сметая все на своем пути действует по отношению к окружающим людям словно обвал не обращая внимание на оскорбление и разочарование самая важная фаза жизни фаза исполнения желаний наступает для него после 50 юные годы трудны и полны борьбы он ценит и бережет нажитое может даже стать жадным порой среди козерогов попадаются чересчур романтичные личности которые могут мечтать при луне и писать лирические стихи выбрав наконец свою половину козерог жертвует всем ради нее и тянет свой крест несмотря на то как складываются отношения в дальнейшем ради семьи ради детей водолей нет таких людей которые не любили бы радуги дети загадывают на ней желание художники ее рисуют писатели они пишут но дальше всех пошли водолеи они просто на ней живут если бы можно было характеризовать водолея одним словом этим словом было бы любопытство водолея интересует все что его окружает начиная с вас и кончая соседским щенком водолей соединяет то что раньше не соединялась и рассматривает то что никому не приходило в голову рассмотреть или с такой точки зрения с какой это никогда не рассматривалась это характер который хочет перевернуть мир с ног на голову водолей пионер новых идей это знак великих научных открытий изобретений и вообще прогресса водолеи всегда на стороне угнетенных и обиженных каждый водолей прирожденный целитель хотя как ни странно очень немногие из них это осознает водолей плохо понимает что такое любовь но зато очень высоко ценят дружбу рыбы рыбы родились желанием видеть жизнь только сквозь розовые очки даже узнав о том сколь жестоко окружающий их мир рыбы не делают из этого никаких выводов предпочитая нырнуть глубину прохладных вод где все так волшебно красиво разумеется не все рыбы ведут себя подобным образом но в целом подобное поведение рыб весьма типично рыбы самый проблематичный знак зодиака люди рожденные под этим знаком внешне слабые и незащищенные существа они как правило умны развиты нередко обладают ораторским талантом красноречием другими талантами и способностями рыбы добродушны доброжелательны очень чувствительны восприимчивы впечатлительны чувственны но весьма чисто любивы рыбы большие идеалисты по своему мировоззрению мечтатели утописты мало пригодные для практической и реальной жизни их душа постоянно стремится ко всему возвышенному но когда из своих мечтаний они возвращаются на землю то ничто человеческое им не чуждо рыбы очень романтичны любят природу животных уединения привязаны к дому семья близким друзьям они гуманисты и альтруисты высшего класса сегодняшний выпуск окончен спасибо что были с нами мы убеждены что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок ведь не сря нам даны эти подсказки пишите в комментариях о своих наблюдениях ставьте лайки и будем двигаться дальше в мире еще столько интересного